Приветствую вас, дорогие друзья! Новый урок субботней школы 9, город по имени Заблуждение. Рады, что мы вместе. Мы каждый раз читаем, откуда вы, кто-то что-то напишет, где и как вы изучаете уроки. Благодарим, читаем, молимся за каждый город. Напишите вновь, откуда вы, что вы хотели бы пожелать нам и передаем от нас горячий привет. И снова изучая субботнюю школу, мы посмотрим памятный текст, который записан в Откровении 17, 14. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные. И давайте вместе помолимся. Господь, благодарим Тебя за время, которое у нас есть, чтобы разбирать Твое Слово. Спасибо, что у нас есть это Слово, что мы можем свободно читать, размышлять, делиться своими какими-то опытами и переживаниями. Благослови сейчас разобрать эту тему, непростую тему. Влияй Духом Своим Святым на каждого из нас. Аминь. Аминь. Очень необычная будет тема, очень достаточно, возможно, сложная, но наш урок называется «Город по имени Заблуждение». Хотела вначале спросить и у вас, зрители, и у Евгения, а что же вообще такое заблуждение? Вот как определить этот термин? Это испорченная истина. То есть Бог дал истину, правду. Что делает дьявол? Он берет и портит истину, искажает и говорит что-то, что не так, как Бог сказал. И естественно, слово заблуждение приводит человека к тому, что он где-то теряется. Заблудился, да, говорят? Да, потерял какой-то или ориентир, или сбился с дороги. Сбился с дороги и мы говорим, да где же этот человек? Да вот он заблудился. То есть он пошел не туда, он что-то делал, ему казалось, что он идет в каком-то правильном направлении, а оказалось, что он в другом направлении, теперь он не знает где и что и как. Вот точно так же и с истиной, когда человек начинает верить неправде, он куда-то идет, он что-то делает, он как-то живет, а оказывается не так. И оказывается, он не спасется, а погибнет. Поэтому очень надо быть осторожным к тому, во что мы верим и все проверять, правда это или заблуждение. Сегодня мы приступим к изучению второй ангельской вести и если мы посмотрим вообще в целом на этот урок, то мы увидим две системы, которые между собой как бы, ну не то что конфликтуют, а они очень контрастны между собой. Ну а система, что это? Вот мы посмотрим какая система есть в Библии, а если взять вот в быту или в нашем каком-то светском понимании, система это? Что-то упорядоченное, это какой-то порядок вещей и он применяется в философии, в математике, в науках определенных, что это какие-то слагаемые определенных каких-то данных или порядка или учений каких-то или тезисов каких-то, правил каких-то. И вот сегодня мы будем говорить о определенных правилах или системе или тех сетке прям таблица тех вещей, которые вопреки Божьему слову были выдвинуты ложной церковью или людьми, которые говорят, что они идут за Богом, но они выдвигают совершенно противоречивые положения, которые Бог не устанавливал. Получается и система Божья и система сатаны имеют четкое, четкое устройство. Четкие положения, пункты, положения и правила. Только они отличаются как день от ночи. Да, и у нас так и тема называется, что они контрастны между собой. Но вот если читать Откровение 12 главу, как же там изображена вот Божья церковь, одна из систем. И как сатана вот реагирует на эту систему, Божью систему? В 12 главе описано церковь как женщина, церковь Божия, как женщина белоснежная, целомудренная, праведная. Ее система мышления, правил, это Божья истина. Она обличена в солнце. Солнце это Христос. Она стоит на луне. Луна это отражение солнца, это священное писание, свет священного писания, который отражает все, что Бог сказал. Она стоит на луне. Венец из 12 звезд это венец из... это учение патриархов и апостолов. Она одета в белую одежду, что символизирует праведность Христа. И ее образ жизни, ее поведение, потом ее дети, которые рождаются. Родился Христос, Божий Сын. Потом прочие от семени ее, которые соблюдают заповедение. И сохраняют веру, имеют свидетельство Иисуса Христа. Вот все описание в 12 главе этой жены показывает, что вот это Божья церковь, это Божья организация. Это, ну так сказать, представители по всему миру, которые держатся всех правил, всех повелений, которые Господь оставил и которые сам Христос исполнял. Ну вот как Сатана реагирует на эту Божью систему, на вот эту женщину, описанную в 12 главе? И в 12 главе в контрасте с ней, почему у нас вот этот конфликт, описан этих двух будет церквей, двух систем, и Сатаны, и этой женщины, что он, написано, стал, чтобы преследовать ее, потом, чтобы пожрать младенца ее, потом он, написано, преследовал и хотел погубить эту жену. Он был низвержен на землю, начал преследовать жену. И потом, когда Бог, защищая свою церковь, Сатана видит, что Бог ее сберегает, рассверепел дракон, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, то есть в брань это он рассверепел, чтобы убить ее, ее последователи и саму эту церковь. Поэтому все в 12 главе показывает, что дьявол борется, противостоит, хочет уничтожить. Ну вот дьявол видит вот эту систему, божью систему, вот эту белую, в белых одеждах женщину, и он выдвигает свою систему, тоже в виде женщины, 14 глава. Тоже интересно, что такая же как бы женщина, у нее тоже есть одежда, тоже у нее что-то есть в руке, на чем-то она сидит, в принципе, это что-то вот, знаете, скопировано из той системы божьей. Да, очень похоже, и мы сейчас посмотрим параллели проведем между одной женщиной и другой, между одной системой и другой. 14 глава книги Откровения, 8 текст, это наша сегодня вторая ангельская весть, и другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал, Вавилон город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Еще написано в 17 главе, что один из семи ангелов показывает Иоанну, говорит, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих, и повел меня в духе, в пустыню, я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Это тот зверь такой. На котором сидит эта женщина. На котором сидит эта женщина. И жена теперь, описание, обличена была в порфиру, там жена обличена в солнце, тут в порфиру, там белую одежду, тут в багреницу, там она имела венец из 12 звезд, здесь украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, то есть там только венец, а стоит на луне, а тут сидит на этом звере. Дальше, она держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. То есть контраст полнейший, там чистота, здесь блудодейство. Ну вот если не брать то, что она держит в вине, и на чем она, на ком она сидит, то в принципе описание достаточно красивое. Она выглядит красиво. Очень яркое такое, как бы может быть даже по-современному, так со вкусом, со вкусом, по-богатому. Очень богато. И написано, что с нею, на чере написано ее имя Вавилон, мать блудницам, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земли. И я видел, что жена упояна была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И видя ее, удивился удивлением великим. И вот с нею блудодейства лица и земные. То есть эта женщина, эта система, эта организация, она по всему миру имеет власть имущими, так как она выглядит, как ты говоришь, современно, модерна, красиво, богато. Все цари блудодействуют, то есть, значит, имеют какие-то отношения. Но она выглядит и ужасно, потому что упояна кровью. Это видение, конечно. Но представляете, когда женщина пьет кровь этих святых? Упояна кровью. Это образное выражение, что она пролила много крови. Поэтому и в чаше вина написано, эта чаша мерзостям и нечистота блудодейства ее. То есть она, хотя выглядит вроде красиво, но все внутри, когда внимательно присматриваемся... Деталям. Детали открывают ее низкую, развращенную, богатую, напыщенную, кровожадную и такую жаждущую смерти праведных людей натуру. Но если мы смотрим откровения 17 глава и потом 18 глава, все-таки каждая система имеет свое влияние. Влияние системы Божьей, влияние системы Сатаны или влияние Вавилона. Насколько оно велико? Вот как мы здесь читали, что она блудодействовала, с нею блудодействовали цари земные, Вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. Да, вот вино блудодеяния. По всему миру. Вино блудодеяния это учение. Вино часто символизирует пейте вино мною растворенное, говорит премудрость. Это ее учение, ее слова. А здесь это учение этой женщины. Потом написано, покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Библейское слово или в откровении воды, это народы. И здесь написано, народы многие. То есть почти вся земля. Почти все. Мы не можем сказать, что все-все-все. Почти, потому что останется остаток. Ну, в большинстве своем. Да, поэтому ее распространение по всему миру будет. Влияние этой религиозной, опять же, она выдает себя за Бога, она выдает себя за религиозную систему, потому что описание ее, описание религиозной такой власти, как описание и другой женщины, которая чистая, праведная. Это, получается, все влияние вот именно сверхъестественное. Не то, что человеческое влияние, а как бы и Бог, и сатана влияют на определенных людей, на определенные организации через определенные организации. Потому что, ну, как бы, если бы люди, действительно, эта система была представлена вот такой с кровью, там, с чем-то, то люди бы, наверное, не последовали бы за этой системой. Конечно, конечно. А люди следуют за этой системой. Почему? Смотрите, вот, опять же, это религиозная организация, правильно сказать, это церкви. Если Божья церковь написана верит в Иисуса, сохраняет заповеди, имеет свидетельство Иисуса, следует учению Христа, чистое, праведное, не изменяет, не блудодействует, то вторая система, это тоже церкви, которые забрали власть Бога. Если первая церковь, она обличена в солнце, это Христос, ее глава, она поклоняется Богу, она слушается Бога, Он ее глава, то вторая, написано, обличена в порфиру. То есть, она получается, что обличена в что-то человеческое, человеческое учение. Если одна говорит Господь мой Господин, Бог мой Господин, Христос и Дух Святой, они руководят этой церковью, то вторая говорит человеческий авторитет, человеческие соборы, человеческие постановления, что мы и видим в истории возникновения папской власти, римо-католической церкви, папской власти, и в Вавилон входят, она мать блудницам и мерзостям земным, и все остальные церкви, которые заменили истину и смешали. Вообще, слово Вавилон, Бавел, это слово еще произошло из книги Бытие, когда народы хотели построить Вавилонскую башню, ну и как бы отступили от Бога. Мы будем еще больше об этом говорить немножко позже, но это смешание, когда люди хотели построить Бавел, ворота на небо, произошло слово Балал, что означает смешание, смешание языков и смешание истины и лжи. Но вот если посмотреть на природу вот того Вавилона библейского бытия и природа сейчас, вот Вавилона как система, есть ли у них какая-то схожесть? Да, да. И вот смотрите, если тот Вавилон пошел против Бога, Бог сказал после потопа, расселяйтесь и наполняйте землю. Но люди тогда сказали, зачем нам расселяться? И книга Бытия описывает нам эту историю, что построим себе город и башню, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. То есть Бог говорит, рассеетесь? Они сказали, нет, построим город и башню, чтобы не рассеяться. И начали дальше как бы строить. 11 глава книги Бытия об этом пишет. Кроме того, есть очень интересная книга «Патриархи и пророки». Там описывается, что это же были дети Ноя. Там были дети Сима, Хама и Афета. Когда Ной выпил вина после потопа, то Сим и Афет накрыли своего отца одеждой, повернувшись к нему спиной, и очень скромно отнеслись и с благоговением даже к ошибке своего отца. А Хам и его дети Ханаан, они смеялись над отцом, они смотрели и всем рассказывали. И Ной проклял Хама. Сказал, что он будет раб рабов. Но история постройки Вавилона, Вавилонской башни, говорит о том, что дети Хама пренебрегали отцом, пренебрегали верой. И они к этому проклятию отнеслись слегкомысленно. Они сказали, какое проклятие. И один из детей Хама и Ханаана был Немрод. Это был первый царь, первый диктатор. Он и пленил на территории Синаар, долины Синаар, равнины Синаар. Потом это будет территория Вавилона. Он взял в плен всех своих родственников. Он просто их поработил и сказал, что мы будем строить. И там дети Божьи просто оказались в плену, в рабстве. Они молились и просили, Боже, помоги, защити нас. И тогда Господь сошел, смешал языки и освободил. И люди потом расселились. Поэтому в основе Вавилона стоит противодействие Богу. Второе. Если посмотреть в Ираке сегодня, есть основание этой башни Вавилонской. Только основание. Говорят, что археологи, когда раскапывали эти разные уровни, остатки, разные уровни этой башни, то там на разных уровнях были разные боги. То есть они стали уже поклоняться идолам. Потом история Вавилона, это история святости, солнца, луны, звезд. И первый день недели был посвящен Богу солнца. У них было очень много культов неправильных, которые Божьи дети не придерживались. И они делали то, что они считали нужным. Они задабривали Бога, приносили жертвы и так далее. Вот эти культы явились основой для будущего Вавилона. Духовного, получается. Потому что это физический Вавилон. Это физический Вавилон. Но мы в книге Откровения, когда читаем «Пал-пал Вавилон», уже Вавилона не существует. Ирак так и не восстановил. Даже Саддам Хусейн, который хотел восстановить, ничего не восстановил, даже исторически. Сегодня этим Вавилоном являются те церкви, которые смешали истину, подделав учение Бога, учение свое, заменив место Бога. Как эта женщина, вот мы говорили, одета в порфиру, не обличена в солнце. Значит, своя праведность. Потом эта женщина сидит на звере. Звер символизирует власть и царство, и людей этой земли. И поэтому эта церковь будет опираться, эта система церквей всех будет опираться на государство, на законы светские, а не на учение Библии. Получается, отступническая, религиозная именно система. Она будет религиозно-политической, потому что эта женщина сидит на звере. Если белоснежная жена стоит на Луне, обличена в солнце, мы не видим никаких земных властей, царей. Она отделена от земных властей, от их влияния. Она на них влияет и предлагает учение Христа. А это, наоборот, блудодействует. Она их вводит в заблуждение, чтобы они ее поддерживали. А она, естественно, их чем-то кормит, богатством и так далее. И еще что, вместе с этим, если первая женщина преследуема дьяволом, но она никого не преследует, то вторая эта система, она упояна кровью святых. То есть она... Она получается никем не преследуемая, а сама преследует. А сама преследует, убивает, проявляет насилие. Поэтому мы видим историю средневековья и католической церкви, что было мрачное средневековье. И миллионы людей были уничтожены этой инквизицией, сжигаемые как еретики и так далее. И насильно христианизированные. Насильно христианизированные. Сколько крестовых походов происходило, сколько вообще всего происходило под именем, что мы за Господа, мы за Бога. Мы то ли гроб Господен освобождаем и шли и уничтожали целые страны и народы, то ли еще где-то кто не соглашался с учением Папы и с признанием авторитета. Но если мы смотрим, что вот вино блудодеяния это все-таки какое-то учение, вот одно из ярких лжеучений вавилонской системы, это является доктрина оправдания делами. Вот она, мы уже говорили несколько раз, но можно пару слов еще сказать, что вот одна из отличительных черт системы Божьей и системы сатаны. Оправдание делами или оправдание верой. Да. И вот первая женщина, она не имеет украшений. Она одета в одежду белоснежную, праведность Христа. Ее венец двенадцати звезд это апостолы и патриархи и пророки и апостолы, и ее солнце и луна. Христос, вот все ее украшение. То вторая, то есть первая женщина не своими делами оправдывается, а тем, что ей дается. И Христос, ее глава, вторая украшена золотом, драгоценностями, камнями, порфирой. Это показывает, что ее дела, ее рук, но это все земное. Это все имеет происхождение тленное. И поэтому, когда придет Христос во второй раз, написано, люди, золото, драгоценности, все повыбрасывает, все земное истлеет. Но и оправдываться будем делами. Поэтому эта система, которая предлагает, давайте мы что-то будем делать, это как система Каина, который сказал, я принесу Богу свою жертву, Бог его не принял. И так вот во все времена, давайте мы служим, давайте задобрять Бога, давайте в честь Бога, вот было установлено день поклонения, давайте будем какими-то своими, подвязаясь своими делами, аскетизмом, заслужим одобрения Бога. Вот почему сегодня принимают некоторых праведных и говорят, это такие подвижники, потому что говорят, они что-то сделали для Бога, то ли простояли, то ли просидели, то ли не ели, не пили. И в конечном итоге, вот их, они заслужили угоду Богу, они угодники. И им молятся. Это что? Это религия своих дел. Ну, разве Бог примет нашу молитву, потому что мы заслужили, и потому что мы угодили Богу? Никогда, никогда. Поэтому эта религия дел обречена. Но система Вавилона основывается на этом постулате. Но если мы смотрим и видим, что система элита, элита, это люди, конкретные люди, в системе Вавилона есть ли люди, которые или выйдут оттуда, или будут понимать, что это все-таки неправильная система, или хотят перейти из системы в систему? Конечно, конечно. В наша весть пал, пал Вавилон великим мать-блудницам и мерзостям земным. Но продолжение, 18 глава книги Откровения, продолжение написано, что когда этот ангел говорит о суде над этой женщиной, о том, что она обречена, он говорит, «Выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог восстановил». То есть люди в той системе будут призываемы Богом, которые видят, что эта система не Божья. И есть. И не только они будут призываемы, они сейчас есть, и их зовет Господь. И вы, смотрите, когда мы говорим о системе нарушения Божьих заповедей, то ли субботу заменили воскресеньем, то ли поставили угодников, то ли культ поклонения каким-то, иконы, богоборчество, поставили Папу Римского вместо авторитета Христа, потому что один из пап сказал, что мы занимаем место Всевышнего на этой земле. Но мы ничего не хотим сказать плохого о католиках, о православных. То есть люди – это ценность в глазах Бога, в любой динаминации, которая даже не соблюдает все истины. И Бог к ним обращает свой голос, «Выйдите, чтобы не участвовать в грехах, потому что вы, находясь в той церкви, следуя ее учениям, в той системе церквей, это же не одна церковь, это можно сказать, и протестантизм отступил уже, и католичество, и православие отступило. И поэтому Бог говорит, «Вы выходите, чтобы не нарушать заповеди, потому что вы грешите, да, вам там хорошо, вас там любят, вы что-то даже хорошее там делаете, вы мои дети там». Но по всему миру звучит эта ангельская весть. Вот почему мы возвещаем трехангельскую весть? Потому что этот ангел нес Евангелие по всей земле и обращал вот этот трехангельский призыв ко всем живущим на земле. Поэтому Бог обращается сегодня. Дорогие друзья, может быть, вы в какой-то другой динаминации, не являете членом адвентистов седьмого дня, которые соблюдают все заповеди и придерживаются авторитета всего писания. И вы думаете, вот адвентисты, что говорят, что они особенные. Нет, мы тоже стали следовать этим истинам, когда узнали, что это истина. Если вы слышите, и вот вам что-то не нравится, или вы о чем-то думаете, задайте вопрос. Мы будем молиться о вас. Скажите, что вам трудно принять. Какой вопрос у вас есть, где на что-то обратить внимание. И мы с удовольствием напишем и объясним этот вопрос. Это трудное место или какое-то понимание, какое-то учение. Да, и в конце хотела спросить. Ну вот мы сегодня говорили о двух системах, о двух церквей, о двух влияниях, которые есть. Вот сейчас, в последнее время, это более актуально, чем раньше? Сейчас это настолько актуально, потому что по всему миру практически нет абсолютно неверующих людей. Но вопрос, который здесь ставится между этими двумя женщинами, заметьте, между двумя системами, кто кому подчиняется? Одна подчинялась Христу, его авторитету, его слову, другая подчинялась просто власти религиозных лидеров и государственной власти. В конечном итоге, вот эта государственная политическая, религиозно-политическая власть и церковь, она будет издавать законы по всему миру, чтобы убивать даже тех, которые не примут их декреты. Конкретно, кто не станет соблюдать воскресенье. И будет издан декрет, чтобы запретить соблюдать субботу. Я думаю, эти вопросы мы тоже с вами рассмотрим в последующих уроках. Друзья, следующий урок у нас будет очень интересный. Я приглашаю вас не пропустить его. Он будет говорить о том, почему в Библии говорится, ангел говорит, пал, пал, Вавилон. Мы будем говорить о падении, о том, когда это время наступит, когда всем людям надо не опоздать выйти. Потому что если они не выйдут, вот будет та черта, когда если ты не вышел, точка невозврата, ты уже никогда не выйдешь и никогда не получишь спасение. Поэтому мы сегодня выбираем между авторитетами, между Богом или человеком. Мы выбираем между системой и мы следуем. В конечном итоге, кто-то нас будет защищать. Потому что первую жену защищал Христос и наш памятный текст говорит о том, что Агнец победил. А они боролись против Агнца, они будут вести брань с Агнцем. То есть не с людьми борется эта система человеческая и сатанинская, а с тем, кто хозяин. Поэтому женщина, которая обличена была в белоснежную одежду, вроде бы хрупкая, чистая, непорочная, но ее хранит Агнец. И он будет защищать, ибо он есть Господь господствующий. И те, которые с ним, это избранные дети. Поэтому кто будет нас защищать? С кем мы будем? Да, будут трудности, будут преследования. Но кто будет? Система государства, система власти, сатана будет меня защищать. И мы знаем, что он не хороший защитник. В конечном итоге он бросит и сам погибнет, и все, которые шли за ним. Или же меня будут, я буду в Божьей церкви, и меня Господь будет защищать, и меня истина будет. Потому что апостол сказал, что вы можете противостоять этой лжи, если вы оденетесь и припояшетесь истине. Если вы будете, разум ваш подпоясан, если вера будет, если Христос будет у вас. Аминь. Аминь. Я хочу об этом, друзья, помолиться. Немного у нас было времени, но мы самое главное коснулись в этом уроке. Но вы понимаете, насколько важен этот урок. Хочу предложить вам продолжить изучение этого урока в церкви, где вы будете в классах, и задавайте ваши вопросы. Хочу помолиться, чтобы Бог дал нам силы следовать Его истине, быть Его слугами, Его детьми, подчиняться Ему во всем. Пусть Господь благословит нас в этом и каждого из вас. Дорогой Господь, благодарность тебе за возможность изучать этот важный урок. Ты дал предупреждение всему миру, и ты показываешь, как весь мир обольщает сегодня учение отступившего Вавилона, отступившей церкви от тебя. Как все в мире смотрят на внешнее, на красивое, на богатое, когда сегодня папская власть выглядит привлекательно и очень смиренно. Но мы знаем, что в этой системе за всеми таинствами, за всеми этими скрытыми, показными вещами стоит желание отступить от тебя и преследовать спасенных. Господи, мы хотим быть на твоей стороне. Защити нас, защити тех, которые последуют за тобою, во что бы это им не стоило, не вылилось. Дай понять эту истину, держаться ее, и ты будь нашим Господом, спасителем, и проведи нас к вечности, к царствию твоему. Ради Христа. Аминь. Аминь. Рады, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и Божьих вам благословений. И продолжим в следующий раз. Новый урок будет очень интересный. Ждем ваших вопросов и ответов. До новой встречи. До свидания.